Всем привет, меня зовут Илья Яшин, я глава муниципального округа Красносельский. Вчера ко мне на работу пришла полиция. Понимаю, сейчас мало кого удивишь такими новостями, потому что к оппозиционным политикам и независимым депутатам силовики приходят постоянно с обысками, допросами, арестами. Я и сам давно привык к таким вещам. Но вчерашний визит офицера МВД оказался совсем необычным. Один из руководителей нашего районного отдела полиции пришел ко мне за помощью и поддержкой. Удивительно, но такое тоже бывает. Итак, на прием ко мне явился старший участковый уполномоченный Красносельского района Алексей Васильевич Обухов. Один из самых опытных, кстати, сотрудников в нашем отделе полиции. На службе уже больше 12 лет. Он принес обращение на мое имя, в котором напомнил про недавние изменения закона о местном самоуправлении. В соответствии с новыми поправками, муниципалитеты теперь наделены правом обеспечивать служебным жильем участковых полиции. А квартирный вопрос для рядовых полицейских стоит очень остро. Это высокопоставленные офицеры МВД привыкли к роскошной жизни. У генералов и полковников российской полиции периодически находят элитную недвижимость, дорогие автомобили, яхты и огромные суммы наличности. Остановился петербуржец, скорее всего, у себя дома, в элитном жилом комплексе «Шато-Ришелье». Роскошные апартаменты записаны на супругу генерала. Элитный жилой комплекс с видом на МГУ. Своя парковка, своя охрана. Именно здесь, в квартире 285, следователи обнаружили около тонны денег, которые предположительно хранил высокопоставленный офицер главка МВД Дмитрий Захарченко. На этом фоне участковые выглядят, ну, просто бедными родственниками. Они-то, в отличие от генералов, работают на земле, выполняют самую грязную черновую работу. При этом зарплаты копеечные, переработки воспринимаются как норма, а жилье зачастую приходится арендовать за свой счет. К тому же Обухову, многодетному отцу, на иждивении которого находится инвалид-родственник, предложили однокомнатную служебную квартиру за пределами МКАД. Многие участковые снимают квартиры в складчину и живут там, по сути, как в коммуналках. Иногда рядовым полицейским предоставляют квартиры в аварийных домах. Я подобное наблюдал своими глазами. Еще в 2017 году, во время депутатской проверки, я обнаружил такой дом-призрак на Русаковской улице. Официально он был признан аварийным и непригодным для жилья. А по факту квартиры были предоставлены дворникам СГБУ «Жилищник» и участковым нашего районного отдела полиции. Я прекрасно понимаю эту проблему и готов содействовать в ее решении. Однако, как часто бывает в нашей стране, закон наделил меня правом, но при этом возможность для реализации моих полномочий все равно находится в руках исполнительной власти. В данном случае мэра Москвы Сергея Собянина. Дело в том, что распоряжается всем жилищным фондом в городе столичное правительство. И для того, чтобы реализовать мое законное право в решении жилищного вопроса полицейских, мне надо обращаться к мэру Москвы, который правительством руководит. Что я и делаю. Сегодня подготовил депутатский запрос и направил его на имя Собянина. Но хочу озвучить этот запрос еще и публично. Сергей Семенович, вы неоднократно говорили, как цените работу полицейских. Как уважаете труд работников МВД. Как стараетесь сделать их жизнь лучше. И я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудникам Росгвардии. Они выполняли свой долг. Вот сейчас у вас появилась отличная возможность подтвердить свои слова конкретным делом. На правах главы муниципального округа Красносельский довожу до вашего сведения, что ситуация со служебным жильем участковых уполномоченных в нашем районе неудовлетворительная, если не сказать критическая. Прошу вас принять положительное решение по моему депутатскому запросу и дать указания департаменту городского имущества о выделении жилых площадей, которыми наш муниципалитет мог бы обеспечить сотрудников полиции в соответствии с новыми нормами закона о местном самоуправлении. Отдельно хочу обратиться к самим сотрудникам полиции, в интересах которых я по факту выступаю. Скажу честно, я, конечно, себя чувствую странно. У меня мало поводов любить полицию. Сколько раз меня незаконно задерживали, сколько было арестов, обысков, давления на моих родственников. Но знаете, уважаемые сотрудники МВД, я не держу на вас зла. Хочу, чтобы вы понимали, никто кроме меня и моих коллег не будет защищать ваши интересы. Начальству с их яхтами, коттеджами плевать на вас. Для партии власти вы всего лишь расходный материал. За вашими спинами просто прячутся от народного гнева. А независимый профсоюз полиции разгромлен. Его лидер Владимир Воронцов до сих пор находится за решеткой. Хочу, чтобы вы помнили, мы с вами граждане одной страны. Ходим по одним улицам, покупаем продукты в одних магазинах. И наше с вами общее будущее связано с Россией. Я и мои коллеги, мы готовы защищать ваши интересы и ваши социальные права. Вы ведь сами это прекрасно понимаете. Именно поэтому приходите за поддержкой в мой кабинет, а не к депутатам из Единой России. Но не забывайте об этом, когда начальство приказывает вам бить и разгонять мирных демонстрантов. В тот момент, когда вы заносите дубинку над головой протестующего, помните, с каждым ударом вы отдаляете достойное будущее для себя и своих детей. Помните, что Конституция дает вам право не выполнять противозаконные приказы. В конце концов, вы присягали на верность народу, а не начальству. Друзья, если вам нравится то, что я говорю и делаю, то поддержите мою работу. Поставьте лайк под видео, поделитесь роликом в социальных сетях и обязательно подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok